Игнатий Бринчанинов Не обременяй чрево твоего, чтобы не смутилась мысль твоя, чтобы ты, когда встанешь ночью, не был возмущен парением, развлечением мыслей, и не оказался исполненным женоподобного расслабления. Не только это приключается по обременению чрева пищи, но и душа твоя соделывается помраченную, помышления твои возмущенными, и ты никак не можешь по причине омрачения сосредоточить их в псалмопении твое. Теряется в тебе вкус ко всему, и не чувствуешь услаждения от стихов псалмопения твоего, тогда как ум обыкновенно при легкости и светлости мыслей со сладостью вкушает разнообразие псалмопения. Когда благочиние ночное будет возмущено, тогда ум бывает смущен, и в дневном делании пребывает во мрачении, и чтением по обычаю не услаждается, потому что на помышление нападает как бы буря, и не пристает волновать их, хотя бы ум прилегал и к молитве, и к поучению. Сладость, подаваемая подвижником в течение дня, источается на ум чистый из света делания ночного. Каждый человек, не наученный опытом долговременного безмолвия, да не надеется постигнуть от себя от одного уразумения своего что-либо особенное о благах подвижничества, хотя бы он был и великим, и премудрым, и учителем, и имеющим много других добродетелей. Немыш твою и невежество твое от искреннего сознания в них исповедуй Господу в молитве твоей, в противодействии тонкому действию возношения, чтобы не быть тебе оставленным и не подвергнуться искушению скверными. Блуд последует гордости и возношению прелесть. Прелесть и святые отцы называют самообольщение, соединенное с обольщением, производимым бесами. Христе, исполнение полнота истины, истина твоя да воссияет в сердцах наших, и да уразумеем шествовать путем твоим, по воле твоей. Когда посеется в тебе какой-либо лукавый помысл, или из числа таких, которые приходят издалека, или из числа таких, которые приходят по закону предприятия, предприятием называют святые отцы, наставники монашества, явления в помысле, мечтания и ощущения прежде содеянных грехов. Как люта брань, причиняемая предприятием, можно видеть в житии преподобной Марии Египетской. И часто будет представляться уму твоему, тогда знай, наверное, что он тайно уставляет сеть тебе. Но ты пробудись благовременно. Если же помысл принадлежит к десным и благим, то знай, что Бог хочет даровать тебе какой-либо образ, особенный способ получения живота вечного. И по сей этой причине такой помысл вне обычая движется в тебе непрестанно. Если же приходящий к тебе твой помысл темен, и ты приходишь в сомнение о нем, не постигая ясно, свой ли он или тач, заступник ли или иноветник, скрывающийся под летиной благого, то уготовься относительно его немедленно прилежную, денно-ночную молитвою со многим бдением. Не отринь его и не согласись с ним, но с теплотой и тщанием сотвори молитву о нем. Не умолкай, призывай Господа, и он покажет тебе, откуда пришел этот помысл. Преуспеяние сердца состоит в непрестанном поучении его о надежде своей. Любящий беседу со Христом любит быть уединенным, любящий пребывать в обществе многих, и есть друг мира сего. Если любишь покаяние, то возлюбий безмолвие, ибо вне безмолвия не бывает совершенного покаяния. И сие, зная о рассудительной, что не для изобильного совершения правил мы избираем уединенное с душами нашими жительство, безмолвие и затворничество. Ибо известно, что жительство со многими более споспешистует в совершении продолжительных и обыльных правил по причине телесного рвения. Если бы нужны были продолжительные правила, то некоторые из отцов не оставили бы собеседование и общение с человеками. Напротив того, одни из них жили в гробах, другие избрали затвор в уединенном доме. Таким жительством приводя тело свое в особенное изнеможение, оставляя его неспособным к исполнению своих правил во всякой немощи, псалмопении, сверх того они и со сладостью терпели в течение всей жизни, и тяжкие приключавшиеся им недуги, от которых не могли даже встать на ноги, чтобы привести обычную молитву или словословие устами. Они не совершали ни псалмопения, ни иного, от чего исполняемого телом. Телесные немощи и безмолвием они удовлетворялись вместо всех правил. Такой образ поведения они являли в продолжении всей своей жизни. И при всей этой мнимой праздности никто из них не пожелал оставить в своей келье. И по причине оставления правил своих искать полноты где-либо вне и увеселяться в церквах глазами и служением других. Некоторый из отцов сказал, я стремлюсь к безмолвию для того, чтобы усладились мне стихи, чтения и молитвы. Когда по причине сладости уразумения их уволкнет язык мой, то я впадаю как бы в некое усыпление, сосредоточение в себе чувств и помышлений моих. Опять, когда самым в том безмолвии и удалением от всего успокоится сердце мое от смущения, производимого воспоминаниями, тогда постоянно посылаются мне волны радости от глубоких помышлений, неожиданно внезапно приходящих к усложнению сердца моего. Когда эти волны приближаются к кораблю души моей, тогда погружается она в истинные иступительные видения при своем богоугодном безмолвии, соделываясь чуждой глаголом мира сего и жизни плотской. Другой отец сказал, в сладостном делании себе избери всегдашнее бдение по ночам, которым все отцы совлекались ветхого человека и сподобились обновлению ума. В эти часы душа ощущает бессмертную жизнь, ощущением ее совлекается одеяние тьмы и приемлет Святого Духа. О, какое доставляется наслаждение! Как увеселяется, соделывается радостно и ощущается душа, когда она возбуждается бодрствованием, трезвением своим причтением и молитвы. Святые не иначе дерзали на беседу с Богом и возвышали себя к сокровенным таинствам, как при немощи членов тела. При бледности лица, происходящем от труда, алчбы. При безмолвии ума и отречении от всех земных помыслов. Тогда осенит тебя сила безмолвия, но по многому времени пребывание твое в келье. При делании и труде, при внутреннем хранении, при устранении чувств от всяких внешних впечатлений. Тогда прежде всего встретишь радость от времени до времени, являющуюся в душе твоей беспосторонней причины. И тогда, по мере чистоты твоей, отверзаются очи твои к видению крепости твари Божьей красоты созданий. Когда ум будет наставлен удивлением, производимым этим видением, тогда единым деланием его и днем и ночью будет созерцание славных чудес в созданиях Божиих. По этой причине сладости этого видения окрадывается у самой души сочувствие к страстям. Любовь есть плод молитвы, любовь наставляет ум к возделению видением своим, когда кто претерпит в молитве без уныния и молится только умом роженно и с теплотою молчаливыми помышлениями. Молитва есть умерщвлением мыслей о похотениях плоского жития, прилежно молящийся равен умерщвляющемуся для мира, ибо отречься от себя, значит терпеливо пребывать в молитве. Из всего следует, что любовь Божия обретается в отречении от души своей, того же святого Исаака Сирского, о милости. Хочешь ли духом твоим вступить в общение с Богом, приняв ощущение той сладости, которая не порабощена чувством? Последуй милостыне. Когда она вселится в тебя, тогда образуется в тебе святая красота, которой человеку подавляется Богу. Милость, когда ею растворена вся деятельность, совершает в душе постоянно всегда одинаковое общение со светлой славой Божества, а не по временам. Это духовное соединение есть незапечатленное памятование, возжигаемое в сердце горящую любовью, не имеющее расстояния и приемлющее силу к союзу от пребывания в евангельских заповедях, не через незаконное нарушение законов естества и не по законам естества. Нет иной стези к духовной любви, которую начертывается в нас невидимый образ Божий, если прежде всего человек не начнет миловать по подобию Небесного Отца, явившего нам свое совершенство в милости. Как сказал нам Господь, заповедавший повинующимся Ему полагать милость в основании богоугодного жительства. 70. Стижи мир в себе, и будут иметь мир с тобой, небо и земля. Покрой согрешающего, если это не приносит тебе вреда, этим ты ободришь его к покаянию и исправлению, а тебя будет поддерживать милость владыки твоего. 71. Немоществующих и опечальных сердцем утверди словом и всеми средствами, находящимися в твоей власти, и та десница, которая носит все, будет поддерживать тебя. 72. Прими участие в этом доме молитвы и скорби твоего сердца в огорченных сердцем, и отверзется источник милости пред прошениями твоими. 73. Не променяй любви к брату твоему на любовь к какой-нибудь вещи, потому что любовь к брату ты стяжал внутри тебя, того, кто драгоценнее всего, любовью к брату. 74. Кто драгоценнее всего в мире, оставь малое, чтоб приобрести великое. 75. Пренебреги излишними и ничего не значащим, чтоб приобрести многоценное. 76. Будь умершим в жизни твоей, чтоб тебе не жить для смерти. 76. Душа милостиво сияет в паще солнца и непрестанно увеселяется видением божественных откровений. 77. На всех изливай милость твою, и от всех будь далек по телу. 77. Некоторый брат был однажды облечен в том, что он не подал милостыни. 78. Этот брат смело и с решительностью отвечал облечившему, монахи не должны подавать милостыни. 79. Облечивший сказал ему на это, ясно и очевидно, какой монах не подлежит обязанности подавать милостыню. 79. Это тот, кто может открыто сказать Христу слова Писания, вот мы оставили все и вслед тебя пошли. 80. Это тот, кто не имеет ничего на земле, не предается по печеньям о теле, не занимает ума своего ничем видимым. 81. Не заботится стяжать что-либо, но если кто и даст ему что-нибудь, то берет только одно необходимое, не увлекаясь вниманием ни к чему излишнему, кто жительствует подобно птице. 81. На таком не лежит обязанность подавать милостыню, ибо как он будет подавать то, чего нет у него? 81. Напротив того, заботившемуся о житейском, занимающемуся рукоделием, принимающемуся от других, должно подавать милостыню. 81. Не родение о ней есть ни милосердия, противные заповеди Христа. 81. Если кто не приближается к Богу тайным подвигом и не знает служить ему духом, притом не печется о явных ему возможных добродетелях, 81. А какая может быть надежда для такого к стяжанию жизни вечной? 81. Таковой неблагоразумен. 81. Брат, заповедую тебе, на весах твоего рассуждения, да, препобеждают постоянно милостыня все прочие виды добра, 81. Да, коли ты не ощутишь в себе той милостыни, которую имеет Бог к миру. 81. Милосердие да будет для нас зеркалом, и да возможно увидеть в себе, припосредствии милосердия, 82. Подобие истинный образ совершенства, находящегося в естестве и существе Божием. 82. Этими и таковыми понятиями просветимся и направимся чистым произволением к богоугодному житию. 83. Жестокое и немилостивое сердце никогда не возможно очистить все. 84. Милосердный человек есть врач души своей, он как бы сильным движением ветра, 85. Изгоняет омрачение страстей из внутренности своей. 85. Милость есть благо и долг наш Богу по евангельскому слову жизни. 86. Говорил Ава Иперхий, трезвенный инок проводит ночь и день, прилежа молитвам, 86. Принуждая сердце проливать слезы и призывать милость с неба. 86. Он говорил, как лес страшен для диких ослов, так страшен искусный монах для помыслов вожделения. 87. Еще говорил, пост есть монашеская узда для греха, тот, кто отвергнет пост, соделывается конем, неистовящимся на блуд. 87. Говорил, не удерживающий языка во времена гнева, невозможет удержать из страсти. 87. Говорил, лучше есть мясо и пить вино, нежели злоречьем снидать братью. 88. Говорил, иссушенное постом тело инока извлекает душу его из пропасти. 88. Говорил, целомудренный монах будет почтен на земле, увенчается на небе пред Всевышним. 89. Говорил, монах, не удерживающий языка, никогда невозможет обуздать сладострастие. 89. Говорил, злых слов да не износят уста твои, лоза не плода приносят тернии. 90. Говорил, наговор змея вывел Еву из рая, таково и злоречие о ближнем. 90. Оно губит душу слушающего, губит и душу говорящего. 91. Говорил, мысль твоя да пребывает постоянно в Царстве Небесном, и вскоре наследуешь его. 91. Говорил, сокровище монаха послушание, стяжавший послушание, будет услышан Богом, и с одерзновением предстанет распявшемуся за нас, потому что Господь, распявшийся за нас, был послушан даже до смерти. 92. Говорил, сокровище монаха произвольно нищета. 93. Брат, сокровище твои скрой в небе, там наслаждение и слова бесконечны. 94. Говорил, духовная песня по учению да пребывает непрестанно в устах души твоей, да облегчается ими тягость встречающихся напастей. 95. Возьми пример путешественника, трудающегося в дороге. Если он, идя, поет, то этим скрадывается трудность путешествия. 95. Здесь по учениям названа умная молитва, и духовной песнью также умная молитва, осененная и действуемая благодатью Божией. 95. Говорил, нам должно приготовляться к принесению напасти, прежде пришествия напасти, чтобы оказаться искусными в то время, когда она придет. 96. Говорил, истинно премудр не тот, кто учит словом, но кто наставляет делом. 97. Говорил, древо жизни, возрастающее до небес, смиренно мудрее. 98. Говорил, подражая смирению, смирением мытарю, чтобы не быть осужденным, подобно фарисею. 99. Последуй к ротости Моисея, чтобы избавиться от окаменения сердечного и прийти к источникам ввод. 99. Говорил, сколько имеешь силы, потрудись в избавлении ближнего от греха его, не укоряя его за грех. 99. И Бог не отвращается от обращающихся к нему. 99. Злоба и лука сюда не вкрадутся в сердце твое, чтобы ты имел возможность говорить. 100. Оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. 100. Говорил, жительством монах да уподобляется ангелам, да сожигает он и истребляет в себе грех. 100. Совершается это со всей ощутительностью умной молитвы, пребывание в которой со всей справедливостью может быть названо жительством ангельским. 100. Святые эскидские отцы произнесли пророчество о последнем роде. 100. Они предложили вопрос, что сделали мы? 100. Один из них, великий, по жительству Авва из Сирион, сказал на это, мы соблюдали заповеди Божии. 100. Отцы спросили, что сделают те, которые непосредственно последуют за нами? 100. Он отвечал, они будут иметь дело не в половину против нашего. 100. Отцы опять спросили, а те, которые будут после них? 100. Эти, отвечал Авва, отнюдь не будут иметь монашеского делания, но их постигнут напасти, и они, подвергшись напастям и искушениям, окажутся больше нас и больше отцов наших. 100. Поведали ученики Аввы и Виссариона о жительстве его следующее. 100. Оно было подобно образу жизни, которую проводит птица небесная, рыба или какое-либо животное земное. 100. Он провел все время жизни своей вне, молу и попечении. 100. Не заботился он о келье, не привязывался он душой ни к какому месту. 100. Не возжелал он насыщения пищей, не возжелал стяжания имений. 100. Не носил он с собою книг. 100. Вполне свободный от всех телесных пристрастий, питаемый надеждой получения вечных благ, вознесенный на твердь веры, он пребывал постоянно в некоем священном иступлении. 100. Он переходил с места на место, терпя и наготу, и холод, ненастные погоды, и зной солнечный, находясь всегда под открытым небом. 100. То скитался он по стремнинам пустынь, как путник, потерявший дорогу. 100. То носился по обширной песчаной степи, как по морю. 100. Если случалось ему прийти в места, обитаемые человеками, к какому-либо общежительному монастырю и динодушных братьей, 100. То он садился у ворот и предавался плащу, как будто пловец, выброшенный бурью на берег после кораблекрушения. 100. Нередко кто-либо из братьев выходил за монастырь и, найдя его сидящему у ворот, принимал за нищего, ходящего по миру и просящего милостыни. 100. Умилосердившись над ним, брат подходил к нему и говорил ему, о чем ты плачешь? 100. Если ты нуждаешься в чем, мы дадим тебе все, что можем. 100. Войди в монастырь, разделись с нами трапезу, утешься. 100. Старец отвечал, невозможно мне войти под кровь жилища человечества. 100. Прежде, нежели найду утраченный дом мой и имущество. 100. Потерял я великое богатство по различным причинам. 100. Заполнение ко всему напали на меня морские разбойники и подвергся кораблекрушению, 100. Лишился славы своего рода и знаменитых взялся презренным. 100. Брат, приводимый в соболезнование старцу такими словами его, 100. Входил в монастырь и, взяв там укруг хлеба, 100. Выносил старцу, подавая ему, говорил отец, 100. Прими это, а прочее, о чем ты поведал, знатность и богатство, 100. Силен Бог возвратить тебе. 100. Но старец предавался еще большему плачу и рыданию. 100. Не осмеливаясь сказать, говорил он при этом, 100. Возмогу ли найти потерянное? 100. Подобает мне усердно подчиняться непрерывающимся страданиям, 100. Быть в ежедневной заботе по причине бесчисленных зол моих, 100. Подобает мне окончить земное странствование в непрестанном скитании. 100. Подвиг Авы и Виссариона принадлежит к исключительным родам подвигов, на поприще которых выводятся промыслом Божьим редкие, которым самопроизвольное подражание без особенного призвания Божия воспрещено. 100. Преснопамятный блаженный отец наш, Иоанн Колов, прозвание это дано преподобному по малому росту его, и значит малый, послушание воспитанника оставил мир в юном возрасте. С родным братом своим Даниилом он удалился в скит, где оба приняли монашество. Они поместились на жительство в одной келье и подвязались в постей молитве. По прошествии некоторого времени Иоанн сказал брату своему Даниилу, «Я решился нисколько не заботиться о теле, не хочу употреблять пищу и питья, приготовленных на огне, но хочу пребывать в этой пустыне без попечения, подобно бесплотному ангелу». Сказав это, он тотчас снял бывшую на нем одежду и ногой вышел из келью в пустыню. В эту ночь случился сильный мороз. Не стерпев мороза, Иоанн возвратился в келью, к брату своему начал стучаться в двери. Брат, желая вразумить его, долгое время не подавал голос, а потом сотворил молитву и сказал, «Кто там стучится так на стоящего в моей двери?» Иоанн отвечал, «Это я, брат твой, Иоанн, не могу вынести мороза». И возвратился послужить тебе. Даниил отвечал, «Не прельщай меня, демон, уйди, я не отворю тебе. Как смеешь ты говорить, что ты мой брат? Разве не знаешь, что брат мой ангел, что он не брежет о теле, что не нуждается в пище? Уйди от меня». Иоанн сотворил молитву и сказал, «Я брат твой, Иоанн, ныне узнал, не стерпел мороза, что на мне плоть». Когда он покаялся, то брат отворил дверь и принял его в келью. При этом сказал ему, «Брат, на тебе плоть, для нее ты должен трудиться о пище и одежде». После этого Иоанн поместился к некоторому великому старцу, родом из Сиваиды по имени Памве, и предал себя в услужении ему. Старец учил его послушанию, а Иоанн дал обет повиноваться старцу во всем. Однажды старец взял сухое дерево, воткнул его на горе и приказал Иоанну ежедневно поливать это сухое дерево ведром воды до того времени, как дерево принесет плод. Вода была далеко от них. Утром надо было идти за ней, чтобы принести к вечеру. По истечении третьего года дерево прозябло и принесло плод. Старец взял плод, принес в церковь к братьям и сказал им, «Приступите, вкусите от плода послушания». В некотором расстоянии от их теле было кладбище. Там жила лютая гиенна, умершлявшая от человеков и скотов. Старец сказал Иоанну на кладбище и видел помет гиенна, «Пойди, принеси его сюда». Иоанн сказал на это, «А что мне сделать, если гиена нападет на меня?» Старец, улыбнувшись, отвечал, «Если гиена нападет на тебя, то свяжи ее и приведи сюда». Весим Иоанн пошел на кладбище. Гиена напала на него. Он по повелению старца бросился, чтобы схватить ее, но она побежала от него. Иоанн погнулся за нею, крича, «Остановись! Отец мой повелел связать тебя!» Она остановилась. Иоанн связал ее. Между тем старец сидел, ждал ученика. И вот идет Иоанн, ведет за собой связанную гиенну. Старец, увидев это, удивился, желая засмирить ученика и предохранить от превозношения, взял жезу и начал бить Иоанна, говоря, «Глупый! Собаку ли ты привел сюда?» Старец развязал гиенну и отпустил ее. Памва имела и другого ученика, Паисия, впоследствии знаменитого отшельника в пустыне Нитрийской, чествуемого церковью между великими святыми ее. Старец скончался блаженной кончиной. Оставшись после него, Паисий и Иоанн жили некоторое время вместе. В жительстве их начало проявляться разнообразие, почему Иоанн дал совет Паисию прибегнуть к Богу с прошением, одарованием им извещения, какой род жизни каждому из них назначить благоугодно Богу. Они совершили все ночные обдения, к утру предстал им ангел и повелел Иоанну пребывать на своем месте жительства и назидать братьев, а Паисию удалиться в пустыне и там проводить жизнь отшельника. Ава Иоанн Колов говорил, если царь захочет взять неприятельский город, то прежде всего пресекает подвоз в него съестных припасов. Граждане, будучи утеснены голодом и чтобы не погибнуть от голода, покоряются. То же бывает с плотскими вожделениями, если человек будет проводить жительство в посте и голоде. Вожделения изнемогают в душе его. Он говорил, врата Божии смирение. Отцы нашей среды многих уничижений вошли, радуясь, в храм Божий. Он говорил, я подобен человеку, который сидит под высоким деревом и видит, что приближается к нему множество зверей и змей. Если он не может противостать им, то взлезает на дерево и спасается. Так и я, безмолвствуя в келье моей, вижу злые помыслы, восстающие на меня, когда не могу противостать им, прибегаю к Богу молитвою и спасаюсь. Он говорил, смиренно мудрее страх Божий выше всех добродетелей. Он говорил, оставив легкое бремя, то есть самоукорение, мы возложили на себя тяжелое самооправдание. Ава Пимен поведал о Аве Иоанне Колове следующее. Он умолял Бога, и отъяты были у него страстные вожделения. Он ощутил ненарушимое спокойствие. Тогда он пришел к некоторому отцу и сказал ему, вижу себя спокойным, не имеющим никакой брани. Старис отвечал ему, иди, и умоли Бога, чтобы возвратились брани, и то сокрушение сердца и смирения, которое ты имел прежде. По причине брани душа приходит в преуспеяние. Иоанн испросил у Бога возвращение брани, и когда пришли брани, то он уже не молился об освобождении от брани, но говорил Господи, даруй мне терпение в брани. Ава Иоанн говорил, безмолвств очкелье упражняется непрестанной памяти Божией тоже, чтобы быть заключенным в темнице. К такому жительству может быть отнесено изречение в темнице был, посетили меня. Поведали об Ави Иоанне, когда он возвращался с жатвы, то ходил сперва к старцам для молитвы и назидания, потом упражнялся в псалмопении, после этого переходил уже к молитве. Такую постепенность в занятиях находил он нужный для приведения ума в то состояние, в котором он находился до выхода из кельи. Тому, кто имеет умную молитву, должно постепенно возвращаться к ней, после того, как случится подвергнуться развлечению. Ава Иоанн Колов сказал, невозможно выстроить здание, начиная строить с крыши, продолжая постройку к низу, но должно строить, начиная с основания и подымаясь к верху. Его спросили, что должно разуметь здесь, под основанием? Он отвечал, основание ближней, когда пользы мы приобретаем его, потому что на нем основаны все заповеди Христовы. Однажды некоторые из братьев пришли испытать Ава Иоанна Колова, зная о нем, что он не попускал себе развлечения и не говорил ни о чем житейском. Они сказали ему, этого лета был обильный дождь, пальмовые деревья напоены и дадут много ветвей. братья получат в большом количестве вещество для рукоделия. Ава Иоанн отвечал, подобным образом, когда Святой Дух не зайдет в сердца святых, они обновляются и пускают леторосли в страх Божий. Поведали о нем, что он однажды сшивал две корзины веревкой. Он уже сшил одну корзину, но приметил это только тогда, когда работая прикоснулся к стене, потому что ум его был в духовном видении, производимом благодатной умной молитвою. Однажды Ава Иоанн сидел у церкви. Братья окружили его и вопрошали о своих помыслах. Увидел это один из старцев и побежденной зависти сказал ему Иоанн, чаша твоя преисполнена чарования. Иоанн отвечал точно так, Ава. И ты сказал это, видя одно внешнее. Что сказал бы ты, если бы увидел внутреннее? Состояние души, желающей приносить покаяние, Ава Иоанн изображал следующей притчью. В некотором городе была красавица, блудница, имевшая много любовников. Князь сделал ей предложение обещайся жить целомудренно, и я согласен, чтобы ты была моею супругою. Она обещалась. Князь женился на ней и взял ее в свой дом. Узнав об этом прежние любовники ее совещались между собой так, такой-то князь женился на ней и взял ее в свой дом. Если мы пойдем прямо в дом, то князь подвергнет нас пытки. Вот что сделаем. Пойдем сзади дома и свистнем ей. Она узнает наш свист и выйдет к нам. Тогда уже мы не будем виноваты. Так и сделали. Но она, услышав свист, заткнула уши, убежала во внутреннюю комнату и заперла за собой двери. Ава объяснил притчу так. Блудница душа, ее любовники страсти, князь Христос, внутренняя комната, вечная обитель, свистящие любовники демона. Если душа будет постоянно прибегать к Богу, то демоны и страсти убоявшись удаляться от нее. Спросили Ава Иоанна Колова, что значит инок? Он отвечал, понуждение себя на всякую заповедь Божию составляет отличительную черту инока, жительствующий так инок. 20. Ава Иоанн говорил, кто крепче льва, но Иоанн из-за чрева своего попадает в сеть. Тогда вся сила его не служит ни к чему. Он говорил, отцы наши употребляли в пищу хлеб и соль. Они говорили, не попустим себе насыщение хлебом и солью. По этой причине они были сильны на дело Божие. Он говорил ученику своему, почтим единого, и все будут почитать нас. Если же мы презрим этого единого, то есть Бога, то нас презрят все, и мы погибнем. Он сказал, дьявол начал уязвлять Ио, во-первых, имение его. Когда увидел, что его не пред пред печали и не отучился от Бога, то вторую язву нанес уже на тело. Но доблестный растотерпец не согрешил даже словом у своих. Он имел божественное сокровище внутри себя, и по причине его непристающее радование. Однажды Ава-Ян шел из кита с другими братьями. Была ночь, и проводник их сбился с пути. братья сказали Аве-Яну, Ава, что делать нам? Брат сбился с пути, как бы нам не умереть, блуждая. Старец отвечал, если скажем ему об этом, он опечалится и будет сцедиться нас. Вот что сделаем. Я скажусь больным и откажусь от дальнейшего путешествия, а останусь здесь до утра. Он сделал так, сказали и прочие, и мы не пойдем далее, но побудем при тебе. Они просидели на месте до утра и брата не обличили. Был в скиту некоторый старец, сильный в телесном подвиге, но не сведущий в рассматривании помыслов. Он пошел к Аве-Яну Колу попросить его о недуге забвения. Выслушав учение об этом предмете, старец возвратился в свою келью и забыл сказанное ему Ава-Яном. Опять пошел он к Аве, спросил его о том же, выслушав то же учение, возвратился в свою хижину и опять забыл сказанное ему. Таким образом много раз ходил он к Аве-Яну и каждый раз по возвращении в келью побеждаем был забвением. После этого, увидевшись со старцем, он сказал ему, знаешь ли, Ава, я опять забыл, что говорил ты мне, но чтобы не беспокоить тебя, я уже не приходил к тебе. Тогда Ава-Ян сказал ему, зажги свечу. Он зажег. Ава-Ян сказал, принеси еще других свечей, зажги от нее. Когда старец сделал это, Ава-Ян спросил его, убавился ли свет первой свечи от того, что они зажжены ею многие свечи? Старец отвечал, нет. Иоан сказал на это, подобен первой свече Иоанн, если и весь скит обратится ко мне, то не умалят благодати Христовой. Приходи ко мне, когда хочешь, без всякого сомнения. За терпение обоих Бог отъял забвение от старца, от ума старцева, от сердца. Таков был образ действования скидских отцов. Они поспешивали при успеянии тех, которые стремились к нему и понуждали себя к добродетели. Брат спросил Абу Иоанна, что мне делать? Часто приходит ко мне один из братьев и берет меня на работу, а я грешен и силами телесными немощен. Это обстоятельство поставляет меня в затруднительное положение. Как мне поступать в этих случаях, чтобы не нарушить заповеди? Старец дал ему следующий ответ. Халев сказал Иисусу Новину, четыре десяти бег лет, и когда Моисей раб Господний из пустыни послал меня и тебя в землю сию, и ныне вот мне восемьдесят и пять лет. Как тогда, так и ныне могу входить и сходить на брань. Так и ты, если в силах входить и выходить, выходи. Если же не можешь так поступать, сиди в келье твоей и оплакивай грехи твои. Когда будут заставать тебя плащащим, то не будут понуждать к выходам. Некоторый старец пришел в келью Ава Иоанна и застал его спящим. Ангел стоял близ его и веял над ним. Старец увидел это и ушел. Когда Ава встал, то спросил ученика своего, не приходил ли сюда кто в то время, как я спал? Ученик отвечал, приходил такой-то старец. И уразумел Ава Иоанн, что этот старец равен ему по духовному преуспеянию и что он видел ангела. Поведал Ава Иоанн, некоторый духовный старец жил в затворе и был знаменит в городе и в окрестности и имел великую силу. Ему было открыто. Один из святых приблизился к кончине. Поди простись с ним прежде его отшествия. Старец сказал сам себе, если я пойду днем, то стечется ко мне народ и окажет мне великую почесть. Лучше пойду вечером. Тьма скроет меня от всех. При наступлении вечера с намерением утаиться он вышел из келии. И вот явились два ангела с пылающими святильниками, посланные от Бога, чтобы освещать путь старцу. Сбежался весь город на это зрелище. Сколько думал старец избежать славы, столько был прославлен. Исполнились над ним слова Писания, всякий смиряющий себя возвысится. Некоторый из отцов сказал об ави Иоанне, кто подобен Иоанну, который смирением своим повесил весь скит на малом персте своем. Однажды Ава Иоанн сидел в скиту. Братья, обступив его, вопрошали его о помыслах своих. Увидел это один из старцев и побежденный зависти сказал ему, Иоанн, ты подобен блуднице, которая украшает себя и умножает число любовников своих. Иоанн обнял его и сказал, истинно говоришь, отец мой. Один из свинников Ава Иоанна спросил его, не возмущаешься ли ты в душе твоей? Старец отвечал, нет, и в душе я таков, каков по наружному поведению. Ава Иоанн был духом горящей. Некоторый брат, пришедший к нему, похвалил его рукоделие. Ава, занимавшись в то время плетением веревки, промолчал. Посетитель повторил похвалу. Ава опять промолчал. И в третий раз пришедший брат похвалил рукоделие. Тогда Ава сказал ему, приходом твоим ты удалил Бога от меня. Ава Иоанн сделал вопрос, кто продал Иосифа? Один из монахов отвечал, братья его. Старец возразил, не братья, а смирение. Он мог бы объявить, что он брат их, и воспротивиться продаже, но он умолчал, и продало его смирение, потом оно же сделало его обладателем Египта. Ава Иоанн говорил, хотя мы иноки, и очень уничижены перед человеками, но имеем упование, что Бог почтит нас. 35. Однажды Ава Иоанн находился в церкви и вздохнул, не заметив, что брат стоял сзади его. Увидев его, Иоанн поклонился ему, сказав, прости меня, Ава, я еще не обучен монашеским правилам. Так древние иноки опасались обнаружить себя. Однажды во время жатвы Ава Иоанн услышал, что один брат говорит гневно и скорбно с ближним своим. Оставил жатву и поспешно удалился. Ава Иоанн поведал, однажды я шел по скидской дороге со своим рукоделием. Встретившись с хозяином верблюдов и вступив в разговор с ним, я заметил, что словами его могу быть приведен в гнев и немедленно бежал, оставив тут и корзины мои. Сказали о Аве Иоанне, что он пришедший в церковь с кита и услышав там, что некоторые из братьев спорили между собою, возвратился в кельи своей. Обошел ее три раза и после этого взошел уже в нее. Видели это некоторые из братьев и спросили его, почему он поступил так. Он отвечал, мой слух был запечатлен словами спора, я прохаживался, чтобы очистить и уже в безмолвии сердца взойти в келью. Ава Иоанн сказал, если человек имеет в душе своей залог божественный, то может безмолвствовать в келье своей. Также может пребывать безвыходно в келье и тот, кто не имея божественного залога, имеет залог мира сего. Не может пребывать в келье, не имеющий ни божия залога, ни залога мира сего. Это значит упражняющийся в умной молитве и плач удовлетворяется и дорожит безмолвием келье. Можно дорожить пребыванием в келье по причине какого-либо пристрастия, например, по причине пристрастия к рукоделию с сребролюбивой целью. Без этих залогов пребывание в келье невыносимо. Однажды брат пришел в келью Авы Иоанна Колова для духовной беседы. Когда настал вечер, брат хотел возвратиться, но душеполезная беседа продолжалась, и незаметно для них наступило утро. Ава встал, чтобы проводить брата, но беседа продлилась до шестого часа. Ава ввел опять брата в келью. Они разделили трапезу, после нее брат ушел. Сказывали о Аве Иоанне, что плату получаем им за жатву, он приносил скит, говоря, мои вдовицы и сироты все скиту. Ава Иоанн Колов был великом преуспеяни умной молитвой и переходил от нее в состояние духовного видения. Однажды брат пришел к нему взять корзины. Он вышел к нему и сказал брат, чего ты хочешь? Брат отвечал мне нужны корзины Ава. Старец вошел в келью, чтобы вынести корзины и забыв о них сидел. Брат опять постучался и когда старец вышел, то напомнил ему о корзинах. Старец зашел в келью и опять сидел забыв о корзинах. Брат постучался в третий раз. Старец вышел к нему и говорит чего хочешь ты брат? Брат отвечал корзин Ава. Старец взял его за руку ввел в келью и сказал если тебе нужны корзины возьми и иди мне не досуг. Однажды хозяин верблюдов пришел к Аве и Анну чтобы взять его корзины и увезти их куда следовало по назначению. Ава взошел в келью и взяв одну корзину забылся потому что ум его был восхищен к Богу. Хозяин верблюдов опять обеспокоил его постучавшись в двери. Ава вышел к нему но возвратясь в кель опять забылся. Хозяин верблюдов постучался в третий раз. Ава вышел к нему и возвращаясь в кель твердил корзины верблюд корзины верблюд твердил он это чтоб снова не забыться. поведали о нем он необыкновенно от необыкновенного соединения с Богом умной молитвою он не оставил ее и тогда не поколебался когда однажды дьявол принял образ змея обвился около его тела пожирал его плоть и выкидывал ему ее на лицо однажды в скиту несколько стартов кушали вместе пищу счастливых был и Ава и Ан Колов некоторый пресвитер муж великой святости стал что упадать трапезовавшим по чаше воды но и у завожения к пресвитеру никто не согласился принять от него кроме Иоанна Колова старцы удивились и сказали ему как ты меньше всех осмелился принять услужение от пресвитера он отвечал когда я встаю подавать чашу то радуюсь если все примут ее как получающий пользу большую мзду по этой же причине теперь я принял чашу желая доставить ближнему мзду как бы он не огорчился если бы никто не принял от него Ава и Ан Колов сказал желая чтоб человек был причастником всех добродетелей ежедневно вставая рано утром полагай начало всякой добродетели и сохраняй заповеди Божии с великим терпением со страхом Божиим и долготерпением в любви Божией с великим тщанием по душе и телу со многим смирением в постоянном сокрушении сердца во многих молитвах и молениях соединенных с воздыханием в чистоте в обуздании языка и очей в безгневном терпении оскорблений в мире душевном не воздавая злом за зло в невнимании порокам других в непревозношении собою но в признании себя худшим из всех творений в отречении от всего плоского и от всех жительствующих по плоти в распятии в борьбе с греховными начинаниями в смирении духа в благом произволении и воздержании духовном в посте в плаче в духовном рассуждении в целомудрии в настроении сердца благостью ко всем и в безмолвии в труде рукоделия в ночных бдениях в волчбе и жажде в холоде и наготе в подвиге в затворе как бы во гробе как бы уже умершей или ожидающей ежедневно смерти можно застоверностью предполагать что преподобный Касьян Римлянин в следующих двух повестях говорит о Иоанне Колове Ава Иоанн настоятель великого общежития и многосистенного братства посетил Аву Паисия проведшего 40 лет в отдаленнейшей пустыне находясь с Паисием в ближайших отношениях Иоанн спросил у него как у прежнего товарища своего по монашескому новоначалию что особенно исполнил он пользуясь уединением пустыни в течение столь продолжительного времени не тревожимый никем из братьей Ава Ава Паисия отвечал солнце не видело меня идущим а меня гневающимся сказал на это Иоанн в слове о Авище Лимоне упоминается о лавре Иоанна Колова бывшей в скиту в этой лавре преимущественно жительствовали безмолвники но жили в ней иного начальные иноки приготовлявшиеся к безмолвию как видно из жития Арсения Великого когда Ава Иоанн отходил из этой жизни отходил в радости как бы возвращаясь на родину смятенные братья окружили одр его они начали убедительно просить его чтобы он в духовное наследство оставил им какое-либо особенное важное наставление которое споспешествовало бы им к удобнейшему достижению христианского совершенства он воздохнул и сказал никогда я не исполнял моей воли и никто не учил и никого не учил тому чего сам прежде не сделал страница 271 Ава Иоанн бывший игуменом в Раифе говорил своим инокам дети мои как бежали мы от мира так бежим и от плотских вожделений уподобимся отцам нашим проводившим здесь жительство в строжайшем безмолвии подвижничестве не скверним дети мои этого места которое отцы наши очистили от бесов он говорил что может грех там где покаяние какое может иметь преуспеяние любовь там где гордыня он говорил я видел старцев которые прожили здесь до 70 лет употребляя в пищу лишь финики и зелень он говорил о себе что провел в Раифской пустыне 76 лет подвершись многим тяжким и лютым искушением от бесов он говорил здесь место иноков а не торговцев Авва Иоанн живший в горе называемой Коломон имел сестру которая с детства посвятила себя святому подвижничеству она воспитала брата своего этого Авва Иоанна и внушила ему чтобы он оставив суету мира принял монашество вступив в монастырь он не выходил из монастыря в течение 24 лет и не виделся с сестрой своею она же очень желала видеть почему часто писала и посылала к нему письма в которых просила посетить ее прежде шествия из тела чтобы ей утешиться в любви Христовой присутствием его Иоанн извинялся не желая выйти из монастыря честная раба Божия сестра его опять написала ему письмо в котором было сказано так как ты не хочешь прийти ко мне необходимо мне прийти к тебе чтобы по прошествии столь долгого времени я удостоилась поклониться святой любви твоей Иоанн прочитав это очень опечалился и так рассуждал сам с собою если я позволю сестре моей прийти ко мне это даст повод и прочим родственникам и знакомым моим навещать меня он решился лучше сам посетить сестру он пошел к ней взяв с собой двух братьев иноков своего монастыря когда они пришли к дверям уединенного дома в котором жила сестра Иоанн сказал громким голосом благословите примите странников на голос вышла сестра его с другой рабою Божией отворила дверь и не узнала брата своего он узнал ее но не сказал ни слова чтобы она не узнала его по голосу монахи бывшие с ним сказали ей просим тебя госпожа и мать повели нам дать воды для утоления жажды потому что мы устали от пути им подана была вода и они пили потом сотворив молитву возблагодарив Бога и простившись с рабою Божией возвратились в монастырь по прошествии нескольких дней и она опять получает от сестры письмо в котором она приглашает его прийти к ней для свидания прежде кончины ее и для совершения молитвы в ее келье он написал ей ответ и послал его с монахом монастыря своего в ответе было сказано по благоволении милости Христа моего я приходил к тебе и никто не узнал меня ты сама выходила к нам подала мне воды я принял ее из рук твоих и пил и возблагодарив Господа возвратился в монастырь довольна для тебя что ты видела меня более не стужай мне но моли о мне непрестанно Господа нашего Иисуса Христа Авва Иоанн Евнух будучи еще новоначальным спросил некоторого старца как могли вы совершать дело Божие с удобством между тем как мы с трудом не можем совершать его старец отвечал причина заключается в том что мы признавали дело Божие главным делом а попечение потребностях тела делом второстепенным ваша забота о потребностях тела считается главным делом а дело Божие делом второстепенным потому то тщетен труд ваш чтобы устранить учеников своих от такой неправильной деятельности спаситель сказал им маловерные ищите прежде Царствие Божие правды его и все сие приложится вам Авва Иоанн говорил великий отец наш Антоний сказал я никогда не предпочитал пользы своей пользе брата моего Авва Иоанн Искеллич поведал в Египте была блудница необыкновенной красоты очень богатая ее посещали люди знатные однажды она пришла к церкви и хотела войти в нее но и подиакон стоявший у дверей не допустил ее сказав ты недостойна войти в дом Божий потому что ты в нечистоте блудница настаивала чтобы ей дозволен был вход а и подиакон не допускал ее они начали спорить епископ услышав шум вышел к дверям блудница сказала ему и подиакон не пускает меня в церковь епископ отвечал ей невозможно войти тебе потому что ты в нечистоте пораженная этим блудница воскликнула от селя я уже не буду блудодействовать епископ сказал на это если ты принесешь сюда имение твое то поверю что перестанешь от греха блудница принесла перед епископа имущество свое он бросил его в огонь после этого блудница обливаясь слезами вошла в церковь и сказала если здесь так поступлено со мною то что было бы там она принесла покаяние и соделалась сосудом избранным некто из старцев поведал об Аве Иоанне персианине что он по изобилию в нем божественной благодати достиг совершенного незлобия жил он в Аравии египетской однажды он занял у брата золотую монету и купил на нее льну для своего рукоделия после этого пришел к нему другой брат и начал просить его говоря дай мне Ава немного льну я сделаю себе левитон Ава радостно дал ему потом пришел к нему еще другой брат и так же просил его дай мне немного льну на полотенце старец дал и этому и иным многим просившим у него давал с радостью потому что был крайне прост сердцем пришел наконец к нему и судивший его золотой монетой желая получить ее обратно старец сказал ему я схожу и принесу ее тебе не нашедши у кого бы занять монету он пошел каве яков заведовавшему раздаянием милостыни с тем чтобы попросить у него златник для возвращения брату идя каве яков он увидел на дороге лежащий златник ава иоан не прикоснулся к нему но сотворил молитву возвратился в келью брат опять пришел прося возвращения долго я заботюсь об этом отвечал старец и опять пошел каве яков на дороге он увидел златник на том же месте на котором он был прежде сотворив молитву старец возвратился в келью брат пришел в третий раз прося златника обратно старец отвечал ему непременно схожу и принесу тебе он пошел на то место где прежде нашел монету она лежала там же сотворив молитву он взял ее принес каве яков и сказал ему ава и я к тебе я нашел на дороге этот златник окажи любовь повезти в окрестности не потерял ли кто его если найдется потерявший отдай ему ава яков ходил три дня и объявлял о найденном златнике но не нашлось никого кто бы потерял златник тогда старец сказал аве яков если никто не потерял этого златника то отдай вот такому-то брату я должен ему я шел к тебе просить милосыни чтобы отдать долг и нашел этот златник удивился ава яков что старец будучи должен но нашедшим монету не взял и тотчас и не отдал долг было достойно удивления в авиа и ане и следующее если кто приходил к нему взять что-либо взаймы то он не давал из своих рук просившему а говорил ему пойди возьми что нужно тебе когда взявши приносил взятое то старец говорил положи на свое место откуда ты взял если же кто не возвращал долго то старец и не напоминал о нем поведали о авиане персиане когда пришли к нему злодеи он принес ему вальницу и умолял их о дозволении умыть им ноги злодеи устыдились начали просить у него прощения и раскаиваться своей злонамеренности ава иосиф безмолвствовал в пустыне Нижнего Египта прилежащей городу Панифосу он был из первых граждан города Тмуя имел ученость мира сего и знал хорошо греческий язык ава Пимен спросил аву иосифа научи меня как мне сделать монахом старец отвечал если хочешь обрести покой в этом и в будущем веке то при всяком случае говори себе я кто и не осуждай никого брат вопросил аву иосифа говоря что мне делать я не могу ни поститься ни работать ни подавать милостыни старец отвечал ему если не можешь совершать ни одной из упомянутых тобой добродетелей то по крайней мере храни совесть и свою и ближнего твоего от всякого зла и спасешься бог бог ищет от души безгрешия поведал некоторый брат пришел я однажды в нижние гераклию к ави иосифу в монастыре его было великолепное дерево смоковница при наступлении утра он сказал мне пойди покушай плодов смоковницы была тогда пятница я не исполнил сказанного старцем чтобы не нарушить церковное постановление о посте после этого умолял я его говоря бога ради объясни мне твой поступок ты повелел мне с утра употребить пищу а я по причине поста не сделал этого и стыдно мне тебя недоумевая в каком разуме дал ты мне старец приказание употребить пищу и что хотел выразить этим ава отвечал отцы сначала говорят братьям слово наиболее в виде испытания а не прямо когда же увидят что они исполняют извращенные приказания то уже не испытывают их неправильными приказаниями но наставляют истине убедившись в их послушании такой образ действия не должен быть допустен в наше время по скудости преуспеяния в наставниках и по скудости благого произволения во вступающих в монастырь почтим благоговейным созерцанием свободу в действовании древних иноков родившиеся от великого преуспеяния почтим ее благоговейным уклонением от подражания ей в сознании нашего недостаточества авва лот посетил аву иосифа сказал ему отец мой по силе моей я исполняю малое молитвенное правило соблюдая умеренный пост занимаясь молитвой поучением и безмолвием стараясь наблюдать чистоту не принимая греховных помыслов что надлежит мне еще сделать старец встал и простер руки к небу персты его соделали с подобными десяти вожженным светильником он сказал авилоту если хочешь будь весь как огонь невозможешь соделаться монахом если не будешь пламенеть весь как огонь благодатное осенение умной молитвы при котором инок начинает ощущать в себе веяние необыкновенной тишины стеживает опытное познание сердечного безмолвия с особенным удобством отталкивает приближающиеся к нему греховные помыслы и ощущения есть первая степень преуспеяния в умной молитве на ней не должно останавливаться подвижнику должно при помощи плача устремиться к большему преуспеянию которому нет предела умная молитва жилище небесного царя в этом дворце чертогом нет числа за великолепными и обширными чертогами следуют другие более великолепные и обширные чертоги видишь что нет ничего вредного для души твоей и где ты можешь пребывать в мире брат отвечал я мирствую и в общежитии и в отшельничестве старец сказал на это положи помыслу твои как бы на весы и где видишь больше пользы для души твоей где достигнешь большего смирения там и живи один из старцев пришел к другому старцу возлюбленному своему чтобы вместе с ним посетить Аву Иосифа пришел и сказал хозяину прихожи ученику твоему чтобы он приготовил дорогу с нами осла хозяин отвечал пригласи его и он сделает пожелание твоему а как его зовут спросил пришедший не знаю отвечал хозяин сколько времени живет он с тобою что ты еще не знаешь имени его опять спросил пришедший два года отвечал хозяин на это сказал пришедший если ученик твой при тебе живет два года и ты не знаешь имени его то зачем мне узнавать имя его для одного дня древние иноки безмолвники хранятся всевозможным тщанием безмолвия души крайне охранялись от любопытства от всякого излишнего знания могущего нарушить безмолвие сердца и прервать его таинственную беседу с Богом этому должны подражать по нашим силам и мы иноки последнего времени чтобы получить возможность хотя несколько сосредотачиваться в себе для умной молитвы ученик великого скитского безмолвника Ава Филимона поведал когда я уходил из скелии на какое либо служение Ава никогда не спрашивал меня куда и для чего идешь опять когда я возвращался он никогда не спрашивал где был и что делал однажды я отлучился в Александрию по делу монастырскому оттуда переехал на корабле в Константинополь для исправления церковных потребностей занялся там посещением благоговейных братьев потом возвратился в Александрию не дав о себе никакого известия служителю Божию пробыв довольный времени в Александрии я возвратился к нему в скит он увидев меня обрадовался приветствовал меня и сотворив молитву сел но отнюдь ни о чем не спросил меня потому что умом пребывал в духовном видении в которое возводит и в котором почти постоянно содержит истинного безмолвника умная молитва поведали когда Ава Иосиф Панифосский кончался сидели у него старцы посмотрев на дверь он увидел дьявола сидевшего у двери тогда подозвав к себе ученика своего Ава сказал ему подай жезл он думает что я состарился и не могу управиться с ним ученик исполнил это Ава взял жезл и старцы видели что дьявол в подобии собаки пробрался в дверь и исчез Ава и Иракс жил в Нитрийской пустыне однажды пришли к нему бесы в образе ангелов искушая его они сказали ему еще пятьдесят лет тебе жить как выдержишь такое продолжительное время в этой страшной пустыне он отвечал им огорчили вы меня назначив мне жить немного лет я приготовился к терпению на двести лет услышав это бесы удалились и спуская вопли поведали о Аве Кронии что он принадлежал к числу старейших учеников Антония Великого ему было сто десять лет он стяжал и удержал до старости такое смирение что наставляя других постоянно укорял себя брат вопросил Аву Крония что делать мне с забывчивостью которая пленяет ум и столько обладает мной что я по причине ее впадаю в грехи старец отвечал ему по причине порочного жительства сынов Израиля и на племеннике приняли кивот господень увезли с собой и поставили в храм догона бога своего тогда догон пал на лицо свое перед кивотом господним брат спросил что означает этим старец отвечал если забывчивость возобладает умом человека на основании причин производящих эту забывчивость то она приводит и к явному исполнению требований страстей если ум отвергнув основания на которых зиждется забывчивость обратиться к богу и взыщет его воспоминая о разлучении души с телом и о последующем за этим разлучением суде то забывчивость немедленно оставляет человека и совершенно исчезает этому научает и писание когда возвратившись воздохнешь говорит он тогда спасешься и разумеешь где был брат вопросил аву кроне каким деланием достигает человек смиренно мудрее старец отвечал страхом божиим брат снова спросил каким деланием приходит человек страх божий старец отвечал по мнению моему должно отрешиться от всего возложить на себя телесные труды и всеусильно содержать в себе памятование о исходе души из тела при таком памятовании о смерти телесной подвиг получает значение деятельно выражаемого а потому весьма действительного покаяния брат сказал ави кронию скажи мне назидательное слово ава отвечал ему когда елисей пришел к самонитянке то нашел ее чуждое сношение с кем либо по пришествии же пророка она зачала и родила сына брат спросил какое значение имеют эти слова старец отвечал когда душа пребывает в трезвении хранит себя от вражеского искушения и не исполняет своих похотений тогда приходит к ней дух божий и она быв бесплодной в своем одиночестве получает способность зачать и родить страница 280 сказал Авва Кроний если бы Моисей не привел овец своих к подошве горы Синайской то не увидел бы огня в купине брат спросил что означается таинственно купиною старец отвечал купиною означаются телесные подвиги по свидетельству писания которое говорит подобное старство небесное сокровищу скрытому на поле брат сказал на это следовательно без телесного подвига человек невозможет достичь никакого благодатного состояния старец отвечал об этом ясно свидетельствует писание взирающе говорит он начальника веры совершителя Иисуса который вместо предлежащему радости претерпел крест и Давид говорит если дам сон очам моим и вежда моим дремания Ава кроней поведал Ава Исидор Пелусийский рассказывал нам следующее во время пребывания моего на Синайской горе был там брат очень подвижной жизни при том весьма красивый собою церковь приходил он в ветхой короткой келейной мантии которая была вся в заплатах видя его в таком одеянии посреди множества братья однажды я сказал ему брат ты видишь что все братья присутствуют в церкви в приличном одеянии подобно ангелам почему же ты приходишь всегда в такой одежде он отвечал Ава прости меня у меня нет другой одежды я пригласил его в мою келью дал ему левитон и все в чем он нуждался с этого времени он одевался подобно прочим братьям и был вид его как вид ангела встретились отцам встретилась нужда послать к императору десять братьей по некоторому делу число отправляемых отцы включили и этого брата услышав об этом он пал перед отцами и сказал им простите меня ради господа я раб одного из тамошних вельмож если он узнает меня то снимет с меня монашество и принудит снова вступить в услужение к себе отцы поверив сказанному оставили его впоследствии же сделалось известным от некоторого посетителя коротко знавшего этого брата что в мирской жизни он имел сан епарха но сказал так о себе чтобы остаться в неизвестности и чтобы не произнести молвы между человеками с такой тщательностью избегали отцы славы мира сего и удобств временной жизни поведал Ава Пимен о Аве Коприи он достиг такого преуспеяния что будучи болен и лежа неподвижен на постели высылал благодарение Богу за болезнь и постоянно отсекал свою волю приходившим к нему братьям он советовал переносить скорби с благодарением Бога и говорил блажен кто переносит скорби с благодарением однажды скидские братья собрались для рассуждения о Мелхиседеке пригласить Жаву Коприя в собрание свое позабыли спустя несколько времени позвали его и предложили ему вопрос о Мелхиседеке Копри трижды положил руку на устах говоря при каждом разе горе тебе Копри горе тебе Копри горе тебе Копри ты оставил делание заповеданное тебе Богом и исследуешь то чего он не требует от тебя братья услышав это разошлись по кельям Авакир дал совет брату боримому блудными помыслами и мечтаниями убегать общество женщин и прилежнее заниматься молитвою учащенная внимательная молитва при удалении от знакомства и свиданий с женщинами есть средство сильное и действительное против блудной брани брат спросил Аву ксоя если я выпью три чаши вина немного ли это Ава отвечал если нет дьявола то немного если же он тут то много вино враг монахам живущим по Богу виноградное вино в жарких климатах имеет совсем иное значение нежели в климате умеренном в жарком климате употребление вина часто бывает необходимостью дьявол понуждает употреблять вино для наслаждения и поприхоти по этому признаку познается его присутствие и действие от такого потребления вина простекает многообразный вред особо возбуждается страсти блудные и гневные монаху дозволяется употребление вина только в случаях нужды при представившейся нужде должно обдумать точно ли это нужда не прикрывается ли личиной нужды пожелания потребования истинной нужды монаху разрешается употребление вина умеренной чтобы вино подействовало только на желудок а никак не на голову некоторый из отцов поведал о Аве ксое фивейском следующее ходил он однажды на Синайскую гору возвращаясь оттуда он встретился с братом который воздыхая сказал ему Ава стражем от бездожди старец отвечал почему вы не молитесь и не просите Бога брат сказал и молимся и просим но дождя нет видно вы молитесь неусердно отвечал на это старец хочешь ли увериться что это так с этими словами он простер руки к небу начал молиться и дождь пошел немедленно брат увидев это пришел величайшее удивление пал на лицо свое пред старцем и старец очень поспешно удалился о случившемся брат рассказал всем все слышавшие прославили Бога сказал Ава Лонгин как мертвец не ест так и смиренно не может осудить человека хотя бы даже видел его поклоняющимся кумиром он сказал молчание приводит к плачу а плач ощущает ум и соделывает его безгрешным а а Ава Лонгин имел обильное умиление при совершаемых им молитве и псалмопении ученик его однажды сказал ему таково ли духовное правило чтобы инок всегда плакал при совершаемых им молитвах старец отвечал ему истинно так сын мой таково правило требуемое Богом Бог сотворил человека не для плача но для радости и веселья чтобы он прославлял Бога чисто и безгрешно как прославляет его ангелы но человек низвершись в падение понуждался в плаче где нет греха там нет нужды в плаче вопросил Ава Лонгин в новоначале своем Ава Лукия о трех помыслах сказал во-первых хочу быть странником старец отвечал если не удержишь языка твоего то невозможешь быть странником куда бы ты ни пошел потом сказал Лонгин хочу есть через день на это отвечал старец Луки сказал пророк Исаия если свяжешь серб вы твою ниже так она речеши пост приятен 58 5 все внимание обрати на то чтобы воздерживаться от порочных мыслей в-третьих сказал Лонгин хочу удалиться от человеков старец отвечал если прежде не приведешь себя в правильное настроение пребывая между человеками то невозможешь стяжать его живя наедине Ава не 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 ими, подобно мертвым, и возможешь спастись. Говорили о Аве Макарии, что он был как Бог земной, потому что как Бог покрывает мир, так он покрывал недостатки братья, видя, как бы не видя, и слыша, как бы не слыша. Говорил Аве Макарии, истинный монах тот, кто во всем побеждает себя. Если, исправляя ближнего, движешься на гнев, то исполняешь свою страсть. Для спасения ближнего не должно губить себя. Отцы Нитрийской горы послали к великому отцу Макарию в Скид. Пустыня Скид была по соседству с пустынной горой Нитрийской. Следующим приглашением. Вместо того, чтобы подниматься к тебе, всему иноческому населению горы, умоляем тебя, прийти к нам, чтобы мы увидели тебя, прежде нежели ты отойдешь ко Господу. Когда Макарий пришел в гору, стеклось к нему все многочисленное братство. Старцы просили его, чтобы он сказал назидательное слово братье. Он, проследившись, сказал им, братья, отчи ваши да испустят слезы прежде отшествия вашего туда, где слезы наши будут сжечь наши тела. Все заплакали и, пав вниз, сказали, отец, молись за нас. Ава Макарий Великий обрел в глубокой пустыне двух отшельников, достигших христианского совершенства и превосшедших естество, так что они даже не нуждались в одежде. Он спросил у них, как у вас могу быть истинным монахом. Они отвечали, если человек не отречется от всего принадлежащего миру, то он не может быть монахом. Святой Макарий сказал им, я немощен и не могу проводить такого жительства, какое проводите вы. На это они отвечали, если ты немощен, то безмолвствуй в келии твоей, оплакивай грехи твои. Однажды, когда Святой Макарий сидел в келии своей, предстал ему ангел, посланный от Бога, и сказал Макарий, не бойся нападения невидимых врагов, потому что наш благий владыка не отступит от тебя и не пристанет поддерживать тебя. Мужайся, укрепляйся, храбро побеждай начало и власти противные. Но деланием твоим не превозносись, чтобы божественная помощь не оставила тебя, чтобы ты не пал падением дивным. Блаженный Макарий отвечал, обливаясь слезами, чем превозноситься мне, когда душа моя, подобно развратной блуднице, питается смрадом нечистых помышлений, приносимых бесами. В такое глубокое смирение приведен был преподобный глубоким самовоззрением, которое доставлено было ему его умным деланием. В себе он увидел падение человека и его общение с демонами. Это духовное видение его изображено с необыкновенной ясностью, верностью и подробностью в его беседах. Божественный Макарий от трудов постничества, от многих различных браний имел измененным самое тело, которое походило на тень. Однажды Ава Макарий, ходя по пустыне, нашел лежавший на земле человеческий череп. Когда Ава прикоснулся пальмовой палкой, которая была у него в руке, к черепу, череп издал из себя голос. Царь сказал ему, кто ты? Череп отвечал, я был жрецом идола поклонников, которые жили в этом месте. А ты, Ава Макарий, имеющий в себе Святого Духа Божия, когда умилосердясь над теми, которые находятся в вечной муке, ты молишься о них, то они получают некоторое утешение. Старец спросил, в чем состоит это утешение? Череп отвечал, сколько отстоит небо от земли, настолько огня под ногами нашими и над нашими головами. Мы стоим посреди огня, и никто из нас не поставлен так, чтобы видел лицо ближнего своего. Тогда Старец, обливаясь слезами, сказал, горе тому дню, в который родился человек, если только таково утешение в муке. К этому Старец присовокупил. Есть ли мука более тяжкая этой? Череп отвечал, ниже нас мука больше. Старец сказал, кто в ней? Череп. Нам, не ведавшим Бога, оказывается хотя некоторое милосердие. Но те, которые познали Бога и отреклись от Него, и не исполняли воли Его, находятся ниже нас. После этой беседы Старец предал череп земле. Здесь указывается на отвержение деятельности по заповедям Евангелия, как на отречение от Христа. Брат просил Аву Макария сказать ему слово спасения. Старец сказал, должно убегать людей, пребывать в келии, непрестанно плакать о грехах, воздерживать язык и чрево. Это выше всех добродетелей. Однажды Ава Макари, идя в Нитрийскую гору в сопровождении ученика своего, повелел этому ученику идти несколько впереди себя. Ученик, ушедший на некоторое расстояние вперед, подстречался с идорским жрецом, который куда-то очень спешил, неся большое трубок дерева. Ученик воскликнул ему, куда бежишь, демон? Жрец, рассердившись, прибил его жестоко, оставил его едва дышащим и снова поспешно продолжал путь свой. Прошедший немного он встретился с блаженным Макарием, который приветствовал его так. Здравствуй, трудолюбец, здравствуй. Жрец, удивившись, отвечал, что нашел ты во мне доброго, чтобы приветствовать меня. Старец сказал, сделал я тебе приветствие, потому что увидел тебя трудящимся и заботливо спешащим куда-то. Жрец на это. От приветствия твоего я пришел в умиление и понял, что ты великий служитель Бога. Напротив того, другой, не знаю какой, окаянный монах, постречавшись со мной, обругал меня, зато я и прибил его. С этими словами он пал к ногам Макари, обнял их и воскликнул. Не оставлю тебя, доколе не сделаешь меня монахом. Они пошли вместе. Дошедши до того места, где лежал избитый монах, они подняли его и отнесли на руках в церковь, потому что он не мог идти. Братья Горы, увидев, что жрец Идальский идет вместе с блаженным Макарием, очень удивились этому. Жрец принял христианство, а потом и монашество. Наставленные примером его, многие из изолопоклонников обратились к христианству. По этому случае сказал Ава Макарий, слово гордое и злое направляет к злу и добрых людей, а слово смиренное и благое обращает к добру и злых людей. сказал Ава Матой, предпочитая правило легкое, но постоянно совершаемое, правило трудному вначале, но скоро потом оставляемому. Он сказал, человек чем более приближается к Богу, тем более видит себя грешным. Он говорил, «Когда я был молод, то полагал, что делаю, может быть, что-либо доброе. Теперь, состарившись, вижу, что не имею ни одного доброго дела». Брат пришел в скид к отцу Моисею и просил у него назидательного слова. Старец сказал ему, «Поди, пребывай в твоей келии, и келия научит тебя всему». Он сказал, «Те из нас, которые были побеждены плотской страстью, не обленимся приносить покаяние и оплакивать себя, прежде нежели постигнет плач, имеющий объять нас по причине осуждения нашего. Когда же плачем, не будем возвышать глаз воздыхания, да не уведает левое, что творит правое, левое и есть тщеславие». Брат спросил Ау Моисея, «Что должен делать человек при всякой, случающейся с ним напасти, или при нашествии всякого вражеского помышления?» Старец отвечал, «Должен плакать пред благостью Божию, чтобы она помогла ему и вскоре ощутить спокойствие, если будет молиться разумно». Брат вопросил Ау Моисея, «Что помогает человеку во всяком труде его?» Старец сказал, «Бог, потому что говорит Писание, Бог нам прибежит сей сила помощник в скорбях, обредших на нас». И еще брат спросил, «Что происходит от пощения и бдения, совершаемых человеком?» Старец сказал, «Они укращают тело и смиряют душу, как говорит Писание, вишь смирение мое и труд мой, и оставив все грехи мои. Если душа принесет эти плоды, то Бог милует ее ради их». Сказал старец, «Когда раб возложит укоризну на себя, обвинит себя и скажет, я согрешил, немедленно господин его милует его». Сказал Ау Моисей, «Если будем внимательны к своим грехам, то не будем смотреть на грехи ближнего. Безумно оставить своего мертвеца и идти плакать над мертвецом ближнего». Он сказал, «Умереть для ближнего значит ощущать грехи свои и не помышлять ни о ком другом, хорош ли он или худ. Не делай никому зла и ни о ком не мысли зла в сердце твоем. Не презирай того, кто поступает худо. Не входи в общество с человеком, вредящим своему ближнему, и не радуйся с тем, который делает зло другому. Не укоряй никого, но говори, Бог знает каждого. Не соглашайся с наветником, не забавляйся его злоречием, но и не питай ненависти к тому, кто поносит ближнего своего. Вот что значит не осуждать по Писании, не судите, да не судимы будете. Не имей вражды ни с кем, и не питай вражды в сердце твоем. Не ненависти того, кто враждует на ближнего своего. В этом-то и состоит мир. Утешай себя тем, что труд кратковременен, а упокоение за него вечно по благодати Бога Слова. Ава Медефий говорил, прежде когда мы собирались друг с другом и беседовали о пользе душевной, укрепляя друг друга, мы уподоблялись стройным полкам и восходили на небо. Ныне, когда собираемся, чтобы злословить друг друга, мы не сходим в ад. Сказал Ава Нестерон Великий, старайся ежедневно представлять себя Богу чуждым греха. Молись Богу так, как бы ты видел его, потому что он точно видит тебя. Сказал Ава Ор ученику своему, убегающий от вещества, приближается к невещественному, собирающий же вещи, отлучает себя от невещественного. Ава Ор говорил, венец монаха смиренно-мудрее, Ава Ор говорил ученику своему Павлу, наблюдай и наблюдай за собою, чтобы никогда не приносить чужих речей в эту келью, то есть келью, в которой безмолвствовал Ава Ор. Существенно нужен для безмолвника по возможности совершенное уклонение от вмешательства даже вниманием ума и участием сердца в дела сего мира и в чужие дела. Абави Оре сказывали, что никогда не лгал и не божился, никому не желал зла и бескрайней нужды не говорил. Этого правила в поведении держались все святые иноки. Ава Сесой сказал Аве Ору, дай мне наставление. Ава Ор спросил его, имеешь ли ты доверенность ко мне? Ава Сесой отвечал, имею. Тогда Ава Ор сказал ему, иди, исполни то, что видишь во мне. Что же я должен видеть в тебе, отец? спросил его Ава Сесой. Старец сказал ему, я почитаю себя худшим всех людей. Ава Ор говорил, злословие есть смерть души. Еще говорил, какая бы ни постигла тебя скорбь, не обвиняй в ней никого, кроме себя. И говори, это случилось со мной из-за грехи мои. Ава Пимен Великий выразил с детства особенное расположение к монашеству, как к духовной науке, как к науке из наук. Тщательное изучение глубоких изречений этого отца, облеченных в необыкновенную простоту слова, доказывает, что он достиг самого правильного самовоззрения. Достигал он его при свете Евангелия, стяжал он его при свете благодати Святого Духа, обильно осенивший его блаженный подвиг. При посредстве этого подвига он увидел в себе падение человечества, состояние общения и плена, в которых оно находится по отношению к падшим духам. Увидел в себе погибель человечества, необходимость Искупителя, и что этот Искупитель есть Господь и Бог наш Иисус Христос. «Понуждая падшее естество к исполнению евангельских заповедей, преподобный Пимен опытно узнал, что исполнение этих заповедей, противное и враждебное падшим воле и разуму человеческим, исцеляет наше естество от недуга и заразы, произведенных в нем падением, исцеляет с той решительностью и силой, которая свойственна одному божественному врачеству. Никакое человеческое нравоучение, никакая человеческая мудрость не могут производить такого действия на человека, не могут производить тени того действия, которое производят евангельские заповеди, когда человек исполняет их. Они изменяют ум, сердце, тело. В эту великую тайну проник преподобный Пимен по всей справедливости, названный Великим. Страница 290. Он посвятил всего себя, все силы души и тела, разумному монашескому подвигу, деланию душевному, дав значение подвигу телесному настолько, насколько он необходим для содействия подвигу душевному, отнюдь не в ущерб второму, отнюдь не для собственного его достоинства. С самоотвержением, с попранием правды своей и человеческой, с решительным невниманием к мнению человеческому, Пимен всецело стремился к исполнению правды Божией, откровенной во Евангелии. Он устранял от себя и от ближних, прибегавших к его советам все, чем нарушается правильность самовоззрения, даруемого истинным смирением, которым преисполнено и дышит евангельское учение. Без правильного самовоззрения, воззрения на ближних, на самые добродетели, на подвиг иноческий, на христианство, не может не быть ошибочным или недостаточным в большей или меньшей степени. Это докажется опытно многими случаями, которые здесь упомянутся, в которых проявлялось разногласие между Пименом Великим и некоторыми современными ему отцами, святыми по жизни. Правильность и верность подвига, которого неуклонно держался преподобный Пимен, засвидетельствованы Богом, излившим на Пимена величайшие благодатные дары. Изречение его и его образ мыслей всегда всеми святыми иноками признавались драгоценным, бесценным сокровищем, духовным заветом и наследием православному монашеству. Святой Пимен имел какую-то особенную природную основательность ума, чуждую легкомыслие, имел какое-то природное благоразумие, чуждое высокомудрие. Эта редкая черта заметна и в преподобном Феодосии Печерском. Ава Пимен жил в V веке. В это время монашество в Египте достигло величайшего развития и совершенства. Еще детятие Пимен беседовал с величайшими отцами и напоевался их учением. Посещал он преподобного Павла, бывшего в дружеских отношениях с знаменитым нитрийским пустоножителем Паисием Великим. Отрок возгорелся желанием видеть Великого и просил Павла доставить ему это. Павел затруднялся. «Ты молод, дитя», — говорил он Пимену. «И мы приходим к великому безмолвнику не без предварительного обсуждения и лишь по существенной нужде». Пимен просил по крайней мере дозволения сопутствовать Павлу с условием, что он не обеспокоит Великого, не войдет к нему в келью, а удовлетворится тем, что, стоя вне, услышит звук его голоса. На таком условии Павел согласился взять Отрока. Они пришли к Паисию. Павел зашел в келью, а Пимен остался вне. Паисий, приняв с любовью, Павла немедленно спросил о Пимене и повелел ввести его к себе. Когда вошел Пимен к великому, великий заключил его в свои объятия, благословил и сказал Павлу, «Поверь мне, возлюбленный Павел, что это дитя спасет души многих, и многие припосредствии его сподобятся райских обителей. С ним рука Божия». Не видно, что преподобный Пимен в новоначалии своем находился в послушании у какого-либо старца. Видно то, что он тщательно руководствовался советами многих великих иноков, которыми в те благословенные времена обиловал Египет. Однажды он пошел к некоторому старцу с намерением вопросить его о трех помыслах. Пришедший к старцу, он забыл один из трех помыслов. После беседы со старцем Пимен возвратился к своей келье. Только что он взялся за ключ, чтобы отпереть келью. Как вспомнил то, о чем забыл сказать старцу. Оставив ключ в двери, он возвратился к старцу. Старец спросил о причине столь скорого возвращения. «Я взялся за ключ», — сказал Пимен, чтобы отпереть келью, и вспомнил о забытом помысли. Почему, не отворив келью, возвратился? Расстояние же кельями было очень значительное. Старец сказал ему, «Ты пастырь ангелов, имя твое прославится во всей земле египетской». Пимен — греческое слово, значит «пастырь». Рассказывали об Аве Пимене, что он безмолвствовал в скитете с двумя братьями своими по плоти. Меньший оскорбил его и сказал Пимен другому брату, «Меньший брат возмущает наше безмолвие, встанем, уйдем отсюда». Не сказав ничего меньшему брату, они ушли. Брат, заметив, что они долго не возвращаются, вышел из келья посмотреть, где они, и увидел, что они уже далеко. Тогда с криком побежал он вслед за ними. Ава Пимене сказал брату, ушедшему с ним, «Пождем брата, потому что он трудится». Они остановились. Меньший брат, нафигший их, спросил, «Куда идете вы, остави меня?» Старец отвечал ему, «Мы уходим от тебя, потому что ты разрушаешь наше жительство». Меньший брат сказал, «Это истина, истина, говорю вам. Куда вы не пойдете, пойду и я с вами». Старец, видя незлобия его, сказал другому брату, «Он поступает так ненамеренно, но враг употребляет его в свое орудие». И возвратились они в свою келью. Меньший брат Ава Пимена, Паисий, завел знакомство с некоторыми монахами из другой кельи, противность желания Пимена. Пимен пошел к Аве Амону и сказал ему, «Мой брат Паисий завел знакомство с посторонними лицами, отчего я не имею покоя». Ава Амон отвечал ему, «Пимен, еще ли ты жив? Пойди, пребывай в теле своей, имей в сердце своем, что протек уже год, как ты в могиле». Однажды Паисий поссорился с одним из посетителей своих и подрался с ним до пролития крови. Ава Пимен сидел тут и не сказал им ни слова. В это время зашел к ним Ава Ануф, старший между братьями по годам, и увидит, вкручившись, обратился с упреком к Аве Пимену за то, что Пимен не позаботился о примирении поссорившихся. Пимен отвечал, «Они, братья, и помирятся». А Ануф повторил упрек. Тогда Пимен отвечал, «Я положил в сердце моем, что меня здесь не было». После того, как Ава Пимен и Ава Ануф удалились в пустыню, мать их пожелала видеть их. Она часто приходила к их теле и уходила, не достигнув желаемого. Высмотрев удобную минуту, она неожиданно явилась перед ними в то время, как они шли в церковь. Увидев ее монахи, поспешно возвратились в теле и заперли за собой дверь. Она встала перед дверями и с плачем призывала их. Тогда Ава Ануф подошел к Аве Пимену и сказал, «Что делать нам с матерью нашей, которая плачет у дверей?» Ава Пимен пошел к дверям. Услышав, что она продолжает плакать, он, не отворяя дверей, сказал ей, «Зачем ты так кричишь и так плачешь, будучи уже истощена старости?» Она, узнав голос сына, закричала еще сильнее, говоря, «Потому что я хочу видеть вас, сыновей моих. Что из того, если я увижу вас? Не я ли мать ваша? Не я ли родила вас? Не я ли вскормила вас с осами моими? Я уже вся в сединах. Когда я услышала твой голос, возмутилась вся внутренность моя». Пимен сказал ей, «Здесь ли хочешь видеть нас или в будущем веке?» Она отвечала, «А если здесь не увижу вас, сыновей моих, то увижу ли там?» Пимен, «Если с благодушием откажешься от свидания здесь, то, наверное, увидишь там». Этими словами она утешилась и пошла с радостью, говоря, «Если, наверное, увижу вас там, то здесь уже не хочу видеть». Поисий брат Авы Пимена нашел небольшой сосуд с златницами. Он сказал старшему брату своему Ануву, «Ты знаешь, что слово Авы Пимена очень жестоко. Пойдем, выстроим себе келью в другом месте и будем безмолвствовать спокойно». Авы Анув отвечал ему, «Нам не на что выстроить келью». Тогда Поисий открыл ему о своей находке. Это очень опечалил Аву Анува, который понял, что находка может быть причиной душевной погибели для Поисия. Однако он сказал, «Пойдем, выстроим келью на той стороне реки». Авы Анув взял у Поисия сосуд с златницами и завив куколь свой. Когда они переправлялись через реку и были на середине ее, Авы Анув представился, что он запнулся и выронил сосуд с златницами в реку. Сделав это, он начал скорбеть. Ава Поисий утешал его, говоря, «Не скорби, Аву, о златницах, пойдем опять к брату нашему». Они возвратились и жили в мире. Брат попросил наставление у Авы Пимена. Старец сказал ему, «Да коли котел разогреть горящим под ним огнем, да то ли не дерзает прикасаться к нему, и ему ни муха, никакое другое присмыкающееся, да коли котел разогрет. Когда же котел остынет, тогда свободно садятся на него все гады. Подобное этому совершается и с иноком, да коли инок пребывает в духовном делании, да то ли враг не находит возможности победить его». Таково свойство умной молитвы. Она наполняет человека, заграждает вход в него всем греховным помыслом. Когда же ум делателя впадает в расслабление и уныние, тогда греховные помыслы входят, удобно побеждают и увлекают подвижника. По этой причине особенно важен для подвижника умной молитвы постоянно хранить ум в бодрости, в трезвении, не позволяя себе ничего такого, что приводит ум в расслабление, ни многословия, ни много попечительности, ни развлечений и рассеянности, ни излишества в пище, питье и сне, ни внимания к делам человеков и мира сего. Преподобный Пимен Великий говорил, монаху всего нужнее иметь постоянно трезвящийся ум. Он говорил, начало зол, молва. Молвой названы здесь рассеянность, многословие и пустословие, много попечительность, выходы из кельи, состояние противоположное безмолвию, состояние, которым уничтожается трезвение и самовоззрение. Однажды Ава Исаак сидел у Авы Пимена. В это время раздался голос петуха и спросил Аву Пимена Ава Исаак, «Ава, здесь есть петухи?» Пимен отвечал ему, «Исаак, зачем ты принуждаешь меня говорить об этом? Ты, подобное тебе, слышат петухов, а тому, кто трезвится, нет дела до них. Таково свойство умного делания. Им постепенно усиливается трезвение, и самовоззрение, наконец, достигает такой степени, что сделатель теряет сочувствие ко всему вещественному окружающему его. Он слыша, не слышит и видя, не видит того, что делается вокруг его». 295 страниц. Ава Пимен, Ава Ану и прочие братья, их числом пять, сыны одной матери, приняли монашество в скиту. На эту пустыню сделало нападение варварское племя, мазики. Они разорили хижины монахов и умертвили многих из отцов. В числе убитых было преподобный Моисей и Мурин. Пимены, братья его, спаслись бегством из скита. Они пришли в место, называемое Феринув. И все семь остановились на время там, в опустевшем идольском храме, с намерением обсудить избрание места для постоянного жительства. При этом Ава Анув сказал Аве Пимену, «Сделай милость, ты, братья, исполните мою просьбу. В течение этой недели будем жить каждой отдельно, в молчании, не сходясь для беседы». Ава Пимен отвечал, «Сделаем пожелание твоему». Они поступили так. В храме стояла каменная статуя. Анув, вставая ежедневно рано утром, кидал камнями в лицо статуи, а вечером подходил к ней и просил прощения. Так делал он в течение всей недели. В субботу братья сошлись вместе. И сказал Ава Пимен Аве Анув, «Видел я, Ава, что ты в течение этой недели кидал камнями в лицо статуи, а потом поклонялся ей и просил у нее прощения. Верующего Христа не должен кланяться идолу». Царь отвечал, «Сделал это я для вас». Когда, как вы видели, я кидал камнями в лицо статуи, произнесла ли она что? Рассердилась ли она? Ава Пимен отвечал, «Нет». Анув. Опять, когда я просил у нее прощения, смутилась ли она? Сказала ли, «Не прощаю». Ава Пимен отвечал, «Нет». На это сказала Ава Анув. Так и мы, семь братьев, если желаем проводить жительство вместе, будем подобны этой статуе, которая от оскорблений, нанесенных ей, не возмущается гневом. А при смирении, оказываемом при ней, не тщеславится и не занимается. Если же вы не хотите вести себя таким образом, вот четверо врат у этого храма, пусть каждый идет, куда хочет, и выбирает место для жительства, какое хочет. Братья пали низ, предавая Анувам, дали обещание поступать по его совету. И прибыли вместе в великом смирении и терпении многие годы с одной целью стремления к христианскому совершенству. В ночи они спали четыре часа. Четыре часа проводили в псалмопении и четыре в рукоделии. Днем они занимались попеременно молитвой и рукоделием до шестого часа. Выделывая разные вещи из пальмовых ветвей. До девятого часа занимались чтением, а после этого приготовляли себе пищу, собирая некоторые полевые травы. Впоследствии рассказывал Ава Пимен, мы провели все время жизни нашей в труде, подчиняясь распоряжениям Ава Анува. Одному из нас он поручил хозяйство наше, мы ели то, что было предлагаемо нам. Никто из нас не позволял себе сказать, дай мне чего-нибудь другого или я этого не хочу. Таким образом мы провели всю жизнь нашу в безмолвии и мире. Жительство свое проводил Кимен Великий в среде небольшого общежития, состоящего из родных братьев его. Находясь постоянно с ними, он уединялся в себе и достиг совершенства постоянным и усиленным трезвением, устраняя все препятствия, которые могло бы нарушиться его делание. Очень верное средство сохранению сердечного мира и безмолвия и неразлучной с ними умной молитвы преподает святой апостол. Друг друга тяготы носите, говорит он, и так исполните закон Христов. Люди наиболее устремляются в противное этому состояние. Они ищут от ближних неопустительности и совершенства в добродетели, несвойственных и невозможных человеку, притом имея от добродетели самое недостаточное, даже превратное понятие. Такое безрассудное стремление не допускает сердцу погрузиться в самовоззрение и истинное смирение, из которых истекает умная молитва и сердечное безмолвие. Такое безрассудное стремление содержит сердце в непрестанном возмущении и приносит уму множество чуждых смысла помыслов и мечтаний. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. В обширной пустыне скит совмещалось разнообразное жительство иноческое. Там были и общежития, и жительство вдвоем или втроем, называемое царский путь, и отшельничество, или жительство наедине. Из оставшихся повестей об имени великом очевидно, что по духовному преуспеянию он переносил между братьями, что для духовного назидания стекались иноки к нему, хотя он постоянно смиренно мудрый, отдавал преимущество во всем, во всех отношениях, старшему своему брату Авиану. В этих повестях имеется основание к догадке, что по времени Пимен стал во главе своего общежития, вероятно, по смерти Ану. В повести теле Пимена великого иногда называется монастырем, чем означается вообще уединенное помещение. По разорении скита варварами Пимен с братьями своими жил в разных местах. Об одном из таких мест братья его сказали ему, уйдем отсюда, потому что здесь все монастыри смущают нас, и мы губим души наши. К тому же и дети плащем своим нарушают наше безмолвие. А вот именно отвечал, вы хотите бежать отсюда, чтобы не слышать ангельских голосов. Таков плод умного делания. Оно исцеляя мало-помалу греховную заразу, сердце изменяет отношение его к окружающим предметам и обстоятельствам. Сердце начинает смотреть на все на все, не из своего, на все из своего смирения и из своей благости, из своего самоотвержения, из своей мертвости для мира, из своей жизни в Боге. Однажды пришли пресвитеры в тот монастырь, в котором имел жительство Ава Пимен. По этому случаю вошел к ему Ава Ануф и сказал ему, не пригласит ли теперь пресвитеров в нашу келью. Сделав этот вопрос, он стоял долго, но Пимен ничего не отвечал ему, и он вышел огорченный. Сидевшие у Пимена спросили его, отец отчего-то не отвечал ему. На это Пимен сказал им, это дело не относится до меня, потому что я умер. Умерший не говорит, не вменяйте меня, что я живу с вами здесь. Делатель умной молитвы теряет способность к занятиям вещественным по причине утраты сердечного сочувствия к ним и по причине необыкновенного развитого сочувствия к духовному миру, вход в который – самовоззрение. Однажды местный правитель взял под стражу одного из сродников Авы Пимена. Другие сродники пришли к Аве и просили его, чтобы он сходил к правителю и походотайствовал за заключенного. Ава отвечала им, дайте мне сроку три дня, и тогда я схожу. В течение этих трех дней он молил Бога, так, Господи, не дай мне успеха в этом деле, иначе не попустит меня прибыть на месте этом, непрестанно вовлекая в мирские попечения. По прошествии трех дней он пришел к правителю для ходатайства о сроднике своем. Правитель сказал ему Ава, «За разбойника ли ты просишь?» Получив такой ответ, царец возрадовался, что не дано ему было Богом успеха в этом деле. «Всякое милости не говорил святой Исаак Стирский, безмолвнику, или любовь, или милосердие. Словом, все, что, по-видимому, признается делом ради Бога, но отвлекает от безмолвия, обращает внимание твое к миру, ввергает тебя в попечении и заботы, прерывает в тебе память Божию, прерывает твои молитвы, вводит в свои помыслы мятеж и разнообразные колебания, препятствует тебе заниматься чтением божественных писаний, ослабляет твое охранение, вынуждает тебя после входа твоего в затвор, к выходам из него и после удаления от людей, к общению с людьми, возбуждает от сна погребенные в тебе страсти, разрешает узы, которые обузданы твои чувства, воскрешает твое омерщление для мира, сводит тебя с высоты делания ангельского, к добродетелям человеческим. Все это, все эти правды, да погибнут. Исполнение долга любви к ближним, удовлетворение их телесным потребностям принадлежит к деланию мирян или иноков, недостаточных до совершенного безмолвия. Но при безмолвии своем, пребывающих в общении с ближними, постоянно позволяющих себе выходы из кельи и прием в келью посетителей. Это отнюдь не делание истинных безмолвников. Невозможно удовлетворять обоим деланием телесным услужением, ближним услужением, молитвой и преподаванием Слова Божия, как это сказали святые апостолы. Они, предоставив другим попечение о телесных нуждах братства, избрали для себя пребывание в молитвах и Слове Божием. Точно так поступали и иноки, достигшие высокого духовного преуспеяния. Общий порядок для иночествующих заключается в том, чтобы новоначальные исполняли евангельские заповеди телесно, постепенно приобучаясь и к духовному исполнению их. А преуспевшие исполняли духовно, восходя от самого зрения и опытного самопознания к опытному богопознанию и стяжевая. Живое Слово Божие соединением молитвы в один дух с Богом. Только такое Слово может приносить существенные пользы близним, изменять и обновлять души их своей благодатной силой и жизнью. Здесь это сказано для объяснения монахского жительства. Если Паисий, современнику и родному брату Пимена казались слова и дела его жестокими, тем удобнее могут они показаться такими в наше время, когда духовные добродетели забыты, попраны, ослеены. Когда возжено поклонение одним добродетелям телесным, совершаемым в духе мира, противоположным и враждебным Евангелиям. Далее увидим, какими изумительными дарами Святого Духа запечатлено и засвидетельствовано мудрование и жительство Пимена. Засвидетельствовано оно самим Богом. Впоследствии другой правитель страны, наслыхавшись о блаженном Пимени, захотел видеть его и послал к нему нарочного, прося позволения посетить его. Это очень опечалило Пимена. Он размышлял сам с собою. Если знатные особо начнут приветствовать и уважать меня, явно, что множество людей из народа начнет стекаться ко мне, а этим по необходимости возмутиться мое безмолвие. И в нем сокровенное умное делание, причем мне неудобно по действию лукавого демона отступить от меня благодать и смирение, которое я старался стяжать от юности моей с великим трудом при помощи Божией, а мне увязнуть в сетях тщеславие. Рассудив так, он отказался от свидания с правителем и не принял его. Огорчился на это правитель и сказал своим окружающим. То, что я не удостоился вид человека Божия, приписывая своим грехам. Однако не оставило правителя сильнейшее желание увидеть этого мужа каким бы то ни было образом. Он придумал следующее средство для доставления себе этого свидания. Велел схватить сына сестры блаженного Пимена и посадить его в тюрьму, чтобы по этому обстоятельству старец или принял правителя к себе, или сам пришел к правителю для ходатайства от племянники. При этом правитель сказал приближенным своим, передайте святому старцу, чтобы он не огорчался моим поступком, потому что племянник его тотчас будет выпущен из тюрьмы, если старец придет ко мне. Вина племянника, впрочем, такова, что он не может быть выпущен из тюрьмы, не подвергшись наказанию. Мать юноши сестра святого Пимена, услышав это, пошла в пустыню, где жил брат ее. Встала перед дверьми его кельи, прося его с плачем и рыданием, чтобы он пошел к правителю и попросил его о сыне ее. Но блаженный Пимен не только не отвечал ей ничего, но даже не отворил дверей и не вышел к ней. Тогда она стала осыпать его ругательствами. Жестокий, — вопияла она, — нефестивец, железно-сердечный. Как тебя не склоняет к милосердию столь горький плач мой! У меня один сын, и тот находится в опасности подвергнуться смерти. Тогда старец велел брату, который прислужил ему, сказать ей, — Пимен детей не родил, и потому не имеет скорби о них. Правитель, услышав это, сказал друзьям своим, — Передайте ему, чтобы он, по крайней мере, написал письмо ко мне, и я отпущу племянника его. Тогда, будучи уговорен многими, старец написал к правителю следующее, — Да повелит благородие твое тщательно исследовать вину заключенного, и если он сделал что достойное смерти, пусть умрет. Пусть насильственной смертью очистит в нынешнем веке свое преступление, чтобы избежать вечной муки в гиене. Если же он не сделал ничего достойного смертной казни, то учини о нем распоряжение, указываемое законами. Правитель, получив это письмо, тотчас выпустил юношу из тюрьмы. Однажды значительное число старцев пришло к Ави Пимену, а один из его родственников имел сына, у которого от действия болезни, причиненной дьяволом, искривилось лицо и поворотилось назад. Отец отрока, увидев множество старцев, пришел с сыном келии старца и сидел в ней, ее плача. Один из старцев случайно вышел из келии и, увидев его, спросил «О чем ты плачешь?» «Я родственник Ави Пимен», — отвечал плачавший человек. «Видишь, какая напасть случилась с сыном моим!» «Я намеревался было привести его к старцу, но побоялся, потому что он даже не хочет видеть нас. И теперь, если узнает, что я здесь, то пошлет прогнать меня. Увидев, что вы собрались сюда, и я смелился прийти, — Ава, окажи мне милость, как знаешь. Веди дитя с собой в келии, помолитесь о нем». Старец взял отрока, вошел с ним в келии и совершил дело с благоразумием. Он не подвел отрока прямо к отцу Пимену. Но начал с младших старцев, подводя к каждому из них и прося ограбить крестным знамением. Когда все по порядку знаменовали его, тогда старец, подведя его уже ко всем, после всех подошел и к Ави Пимену. Ава не хотел допустить его к себе. Но старцы начали просить, говоря «Что сделали все, то сделай и ты». Тогда Ава Пимен, вздохнув, встал и помолился, сказав «Боже, исцели создание твое, да не обладает им враг». И знаменал его крестным знамением. Отрок немедленно исцелился и отдан отцу здоровым. Поведал Ава Иоанн. Пришли мы однажды из Сирии к Ави Пимену, желая спросить его о нечувствии сердца. Старец не знал по-гречески, а переводчиков в то время не случилось. Страница 301. «Видя нашу писяль, старец внезапно начал говорить на греческом языке. Вода по свойству своему мягко, а камень тверд. Но если под камнем висит желоб, то вода, стекая по нем каплями на камень, мало-помалу пробивает камень. Так и Слово Божие мягко, а сердце наше жестко. Но если человек сейчас потушит Слово Божие, то сердце его отверзается к принятию в себя страха Божия». Последние две повести, помещенные здесь после тех повестей и изречений преподобного Пимена, в которых изображено умерщвление его в отношении к миру, должно было еще показаться странным плотком мудрованиям и предповестями и изречениями преимущества, изображающими духовный подвиг преподобного Пимена. Великие благодатные дарования, достояния одних великих отцов, вынаруженные в Пимене насилием обстоятельств, доказывают, как благоугодны были и Богу настроения, образ мыслей и жительства этого инока. Вместе служат свидетельством, сколько правилен и основателен был его духовный подвиг. Тем особенно важен этот подвиг, что он удобоприложим к жительству современных иноков, как был удобоприложим к жительству иноческому всех времен. Неоценимый подвиг, неоцененный, существенный подвиг. Он сосредоточивает делание инока внутри его, и потому при всех разнообразных обстоятельствах и положениях может быть неотъемлемой собственности инока. 20. Брат спросил аву Пимена, что должно мне помышлять, безмолвствуя в теле? Старец отвечал, «Я подобен человеку, погрязшему в болоте по шею, с бременем на шее и вопию к Богу, помилуй меня». Этим изречением изображается внутреннее делание Пимена Великого. Все оно совокупилось в молитвенный плач. «Помилуй меня» — это выражение внедрившегося в душе плача. Плач, когда достигнет развития своего, не может облекаться во многомыслии и многословия. Он довольствуется для выражения необъятного духовного ощущения самою краткою молитвою. Пимен Великий переговаривал братьей своей, «Уверяю вас, куда ввергнут сатану, туда ввергнут и меня». Учение о плаче Авы Пимена помещено в первой части аскетических опытов, также в последней главе четвертого тома о покаянии и плаче. Здесь невозможно было не поместить его, иначе система духовного подвига, к которым подвязался преподобный, не могла бы быть вынаружена с должной ясностью. Далее увидим, что все наставления его инокам ведут к доставлению правильного самовоззрения, к устранению всего, что отвлекает от этого самовоззрения, из которого истекает истинное покаяние истинная молитва, примиряющая и соединяющая человека с Богом. «Пимень Великий говорил братьям своей, «Уверяю вас, куда ввергнут сатану, туда ввергнут и меня». Это изречение плод духовного видения отверженных духов и того общения, в котором человек вступил с ними при посредстве своего падения. Открылось это видение преподобному от глубокого правильного самовоззрения, в которое он был возведен Словом Божиим, своим умным деланием и божественной благодатью. Сказывал Ава Исаак, однажды я сидел у Авы Пимена и увидел, что он пришел в выступление. Я поклонился ему до земли, прося сказать мне, где он был. Принужденный объявить тайну свою, он сказал, «Мой ум был при кресте Спасителя». В те минуты, когда при кресте стояла Богоматерь Мария и плакала, мне бы хотелось так плакать всегда. Возлюбленным был плачь преподобному Пимену. Сперва плачь ощущает от грехов, потом начинает восхищать очищенного по временам духовное видение, изменяя ум, изменяя чувство душевное и телесное благодатным изменением, необъяснимым в среде плотского мудрования, превышшим всех состояний, свойственных естеству падшему. Слезы кающегося, приносящего покаяния от сознания грехов, сопряжены с горечью сердца, с болезненным действием на тело. Слезы очищенного и приносящего покаяния от обилия смирения сладостны для души, сообщают питание самому телу. Святой Исаак свирски называет помышления и ощущения, от которых изливаются эти слезы, и которыми они сопутствуются, странною радости, странною радости. Они изменяют самый наружный вид лица человеческого. Входят подвижник в слезы утешения, слезы свидетелей милости Божией, слезами горькими раскаяния во грехах, слезами болезнования греховности своей, о своем падении, о порабощении духом отверженным, о общении с ними, о отчуждении от Бога, о усвоении вражды к Богу. Брат вопросил «Авраам, когда пришел в обитованную землю, то купил себе гроб, и с гроба начал вступать во владение обитованной землею. Брат спросил, какое значение имеет гроб?» Ава отвечал «Это место плача и рыдания. Каждому иноку должно устроить свое жительство так, чтобы это жительство имело качество жительства во гробе. Этого можно достигнуть удалением от свободного обращения, от ненужных выходов и скелий, от празднословия и многословия, от внимания к чужим делам, в особенности от осуждений и злоречий, от праздности, мечтательности и суетных размышлений. Удаление от этих видов греха дает возможность сосредотачиваться в себе и заниматься внимательной молитвой. Внимательная молитва рождает умиление, плач и слезы». Брат спросил Аву Пимена «Что делать мне со страстями моими, возмущающими меня?» Старец сказал «Будем все усиленно плакать пред благостью Божией, доколе она не сотворит милости с нами». 25 пункт Брат спросил Аву Пимена «Что делать мне со грехами моими?» Старец сказал «Желающий избавиться от грехов, избавляется от них плачем, и желающий не впадать вновь в грехи плачем, избегает от впадения в них. Это путь покаяния, преданный нам Писанием и отцами, которые сказали «Плачьте!» Другого пути кроме плача нет». Ава Пимен сказал «Плач сугуб, делает и хранит». Однажды Ава Пимен шел с Авою Аном в окрестностях города Диолка. Увидев там женщину терзающуюся и горько плачущую над могилой, они остановились послушать ее. Потом несколько отошедшие встретили прохожего и спросил его святой Пимен «Что случилось с этой женщиной? Отчего она так горько плачет?» Прохожий отвечал «У ней умерли муж, сын и брат». Тогда Ава Пимена, обратясь к авианулу, сказал «Говорю тебе, если человек не умертвит всех плотских пожеланий своих и не стяжет такого плача, то он не может быть монахом. Все житие монаха – плач. Это значит, не стяжавший плача невозможно сосредоточиться и уединиться в себе, невозможно стяжать истинного сердечного безмолвия, освобождающего от всех страстей. Монах значит уединенный, и только тот истинно уединен, кто уединен сам в себе». Брат спросил Аву Пимена о монашеском делании. Старец сказал «Когда Бог посетит нас призывом в вечность, тогда что озаботит нас?» Брат отвечал «Грехи наши». Старец сказал «Итак, войдем в теле наши, уединившись в них, воспомянем грехи наши, и Господь послушает нас». Здесь говорится «воспоминание о грехах, содеянным с плачем о них». Соединенным с плачем о них. Когда скончался Ава Арсений Великий Святой Пимен, при вести о этой кончине, проследившись, сказал «Блажен Ава Арсений, потому что ты плакал о себе в жизни сей. Невозможно не плакать или здесь произвольно, или невольно в адских муках». Страница 305, пункт 30. Сказал Ава Пимен Великий. «Давид написал Иоаву, своему военачальнику, осаждавшему столицу амманитян, укрепи брань твою на град и раскопай его». Так же Иоав говорил своим воинам. «Мужаемся и укрепимся о людях наших и о граде Бога нашего, и Господь сотворит благое перед очами своими». Первое сказано о том, чтобы мы с постоянством боролись против греха, несмотря на неудачи и поражения в этой борьбе. Второе сказано о том, чтобы мы мужественно очищали наши свойства от примеси греха и старались освободиться из порабощения греху, несмотря на всю трудность этого подвига. Брат сказал Аве Пимену, «Вижу, что где бы я ни был, обретаю помощь». Старец сказал, «Тем, которые имеют меч в руках своих, Бог помогает во время всей жизни. И если будем храбры, то Он сотворит с нами милость». Ава Пимен сказал, «Не открывай совести твоей тому, кому не извещается сердце твое». Брат спросил Аву Пимена, «Что мне делать со смущениями, возмущающими меня?». Старец сказал ему, «Будем плакать все усиленно перед благостью Божией, доколе Бог не сотворит милости с нами». Ава Пимен сказал, «Когда Давид боролся со львом, то ухватывал его за гортань, и мы, если удержим гортань и черева, то победим с Богом невидимого льва». И все сказал, «Лукавство человеков, то есть бесов, сзади их сокрыто. По этой причине нужно сердечное трезвение». Ава Пимен сказал, «Три главные дела не необходимы. Бояться Бога, молиться и делать добро ближнему». Еще сказал, «Отврати очи твои, чтобы не видеть суеты, потому что освобождение очей убивает душу». Еще сказал, «Как оруженосец царя предстоит ему всегда готовым, так душе должно быть всегда готовою противостать бесу блудному». Брат спросил Ава Пимена, говоря, «Что делать мне? Я борим блудные и гневные страстями». Старец отвечал, «В разрешении этого вопроса Давид сказал, что на льва поражал и умершлял, а медведя удавлял. Это значит, гнев должно отгонять и истреблять опрос». Всем пока. Продолжение следует...